Другая деятельность будет связана не только с собой, но и с какими-то внешними. Тут уже насчет внешних проявлений, это уже другой вопрос. В первую очередь, естественно, для каждого, каждого для себя. Ну, потом уже в группе начали писать следующий институт. Мы описывали сам процесс, что он, как с каждой точки зрения, он приносит, и как у каждого человека он описывается. Мы решили, что, во-первых, это вид деятельности, который, во-первых, приносит тебе удовольствие и удовлетворение. Во-вторых, у тебя всегда есть силы на это, и ты этим можешь заниматься в любом состоянии. Потом, это вид деятельности, он альтруистичный, ты готов отдавать. Когда ты нашел свое предназначение, ты полон счастья, которое он приносит, и ты его отдаешь. Но это не только отдача, но это обмен. Потому что взамен ты получаешь, как бы, тебе нужно видеть, что твоя деятельность, она приносит радость и пользу людям. То есть, это вот такой процесс обмен. Что я тут еще не сказала? Радость и служб, делать в любом состоянии, обмен, длительность, принесущая пользу людям. И, пожалуйста, кто-нибудь хотелось бы решать вторую подгруппу. Да? У нас это в форме того деятельность, которая характеризуется как? Мы решили описать это глаголами, мы никак по-другому не смогли это описать. Предназначение. Ну, тут не только глаголы. Но, во-первых... Это дело, к которому есть неперегорающий интерес. Да, это то, в чем хочется развиваться. Это то, что делаю, даже если мне придется за это платить. Самому, имеется в виду. Это то, что вдохновляет, приносит радость и заставляет чувствовать себя на своем месте, в своей тарелке, то есть. Да, имеет личный смысл. Тут некоторые как бы перекликаются немножко, да, но не полностью, это лично. Имеет личный смысл. Скажи что-нибудь. Это то, в чем хочется развиваться. Это то, что сказала. Это то, что приносит то, в чем можно наиболее привести пользу другим, или же обществу в целом. Вот тут, я просто допомню, да, мы вот решили, что это так, там, кто, ты, по-моему, сказал, да, что это отдельный разговор, да, приносит ли это общество на пользу другим. Да, самое главное, что себе решили. Мы решили, что мы пишем еще так, что радость от кого-то и приносит пользу кому. Потому что, ну, в моем понимании, это доведу до абсурда. Если я классно испытываю второе вторение кувалдой и развиваю пирамиды, вот, то, может быть, я могу это делать не выстанно, но, при этом, если он радует нам. Хотя бы, ну, да, скажи, пожалуйста, вот, я записал, но я уже не понимаю, как объяснить. Предназначение, поиск предназначить. Я за слово, что дословно записал. Я вот слушаю, то есть чувствую себя, вот, возьмусь... Нет, я услышаю это владельно. А вы поиск предназначили? Поиск, что же. Если, допустим, дошел до определенной оттечки, выросло, да, то есть загноз заканчивается, потом следующий этап начинается, опять, да, поиск, поиск чего-то, поиск и начинаешь конститрировать. А заканчивается что? Ну, допустим, одно ходе... Предназначение, что не кончилось, да? Это какие-то этапы, которые добиваются, да? Да, да, этапы. Ну, вот, ладно. Спасибо. Вот два мнения двух архитектурных подгрупп, да? По тому, что услышали и увидели, так или иначе сравнили с тем, что готовили сами, да? Есть ли что-то общее, некие общие знаменания, которые можно было бы, так сказать, поставить вот в углу, да, на левшину первой нынешней, да? То есть вот что-то вот, то, что зацепило что-то внутри каждого. То, что эта деятельность вот у обоих у нас была, и то, что она приносит радость, вдохновляет и открывает скрытые ресурсы. И там общее, то, что ты можешь делать, то, что ты можешь делать в своем состоянии и никогда не уставать с этого, да? Да, вот это общее точно. И даже ты находишься как бы в потоке, ты не чувствуешь этой усталости или ничего, если ты делаешь в эти ресурсы. Было, не было, по поводу усталости, по усталости что-то было? Усталость, собственно, и было. И что мы можем сделать? Мы не перегораем интерес, не перегораем интерес, а у нас тоже там уже живутся с этой стороны. Ну, собственно, она пачка, да? Вот, то есть, что я хотел этим показать, чтобы казалось, что тема настолько многогранная, да? Каждая индивидуальная личность, каждый видит мир по-своему, но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые имеют некое общее восприятие. Вот, то есть, оно присутствует у каждого, да? То есть, если сейчас обсуждали это, это скрывает скрытые ресурсы, да? Да, 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 действительно так, да? То есть, это, там, можешь делать в любом состоянии, даже уставшим. Да, действительно, ты можешь там засидеться и заснуть там за столом, да, там, делать то, что ты будешь делать. Вот. И, фактически, вот сейчас уже можно перейти к следующему шагу, когда появилось понимание того, что такое предназначение, что такое призвание, и для себя обозначить вполне конкретной игровой техникой, каково же мое личное. Что же лично для меня, мое предназначение, мое предназначение, мое предназначение. Я предложу вам на выбор. Я предложу вам на выбор 3 техники. Вы можете использовать одну из них. Вы можете использовать две. Вы можете попробовать одну, если она вам не понравится. Вы возьмете и создаете другую. Техники исключительно игровые, но это те техники, которые снимают, так называемые, ментальные врукабы. Так, когда возникает вопрос, я хочу заниматься этим, но у меня нетных средств. Или я должен обеспечивать сейчас себя или свою семью, и мне некогда думать об этом. Вот. Поэтому я предлагаю для примера взять технику, так называемую миллионер. Гипотетически, вы получили миллион, удобные мамболюты, да? Вот. И, собственно, воспользовавшись этим случаем, вы уже догадывали. Вы уже посетили те места, которые вы хотели посетить. Вы купили себе то, что вы хотели. То есть вот такие вот простые потребности уже для обезона. И дальше я хочу попросить вас написать для себя ответы на вопросы. Чем бы вы хотели по-настоящему заниматься? То есть у вас нет необходимости обеспечивать, да, себя или себе. У вас есть полная свобода действий. Чем бы вы, на что бы вы расходовали свое время, время своей жизни? Вот. Что бы вы хотели создать? Вот. За свою жизнь. Куда бы вы положили свои деньги, которыми вы уже обладаете? Каким бы человеком хотели стать? Кем вы себя не будете? Как альтернативу вы можете выбрать один из других вариантов. Вот уже звучало, когда работали с предназначением. Например, за дополнительный уклад. А чем бы вы хотели заниматься, будучи уже обеспеченным человеком? И были готовы за это доплачивать. То есть вы настолько сильно этого хотите, что вы готовы за это оплатить, чтобы вам дали возможность этим заниматься. И третий вариант. Поиск истинной цели. Возможно, он кому-то тоже подойдет. Какова основная цель моей жизни? Чего я больше всего хочу достичь? И ключевой вопрос. Зачем мне это нужно? Я хочу достичь этого. Мне это нужно для этого. И фокус этого конкретного упражнения в том, что вы повторяете несколько раз ответы на эти вопросы. У вас появляются новые ответы на вопрос первый. Но задача дойти до того, что второй, четвертый, шестой, зачем мне это надо? Он станет похожим друг на друга. Мы на это выделим сейчас 10 минут. Я предложу вам взять чистые листики, красивые цветные фломастеры. И выделить вот эти 10 минут. Посетите их вверх. И выбрав одну из этих техник, написать на себя вот эту самую ответ. Одну из техник. А, одну из техник. Вы можете выбрать одну из техник. Вы можете, если у вас достаточно времени, вы достаточно быстро отвечаете для себя и появляется ясность, вы можете для проверки взять еще одну из техник. Если вы чувствуете, что не подходит эта техника, а вы начали, она не пошла. Переключитесь на другую. Окей? Да. Окей. Окей. Спасибо. 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 Потому что я хочу озвучить некоторые моменты, и с ними я сталкивался сам, я слышал до этого и слышал до всего. Существуют, как называемые, ну, мне понятно назвать элементарными блокадами, это некие такие препятствия, которые мы встречаем на своих местах. Как показывают на своем пути, да? Как показывает практика, как показывают опыт, все эти препятствия находятся у нас в голове. Самые элементарные это какие-то страхи. Страхи, вот я боюсь, я безумно хочу это сделать, но я боюсь просто до черта. Вот что с этим делать, да? Другой вариант это равносильно как завышенная, так и заниженная самооценка. Это те вещи, которые могут являться таким же причем. Препятствиями, которые будут мешать реализации. Это могут быть социальные роли. То есть я отец, инженер и так далее, да? Или там я мама, или я дочка, да? Я не могу сидеть в голове, но безумно хочу. И из-за этого со временем развивается такая неприятная штука, когда ты просто перестаешь чего-либо хотеть. Потому что вот те сильные желания, сильные порывы сделать то, что хочется, да? Вот то, что вдохновляет, то, что ты готов делать в любом состоянии. Ты не можешь сделать этого сейчас, потом ты можешь, начинаешь идти там меньше, меньше, меньше. С этим нужно работать. С этим нужно работать. С этим можно работать. Собственно, это все то, что называется тараканом в голове. Это все преодоление. К сожалению, сейчас нет возможности в эти полтора-два часа, да, вложить работу с этим. Но я хотел это озвучить для того, чтобы вы понимали, что это не какое-то внешнее воздействие, которое вам не дает реализоваться. А это всего лишь навсего в большинстве случаев является каким-то препятствием в вашей голове, которое заложено в этой кинетке, да? Как вам упрасывать? Социумом или чем-то еще. С этим нужно работать отдельно. Один из самых больших, на мой взгляд, заблуждений и самым большим препятствием, на фоне всего, что я назвал, это то, что ваше предназначение, предназначение человека должно приносить деньги. Деньги? Деньги. Это заблуждения? Да. А, фу, ну, белья. Да, это заблуждение. А я не говорю, Максим, ну, белья. Мой опыт показывает, и мой личный, и то, что я наблюдаю, что это самое большое заблуждение. То есть, когда человек начинает думать, что его предназначение обязано принадлежить деньги, очень часто человек сталкивается с тем, что он не может выполнять то, что он хочет. У него появляются тысячи других препятствий, чтобы этого и не сделать. По большому счету, опять же, из моего опыта, из моих наблюдений, бонусы от этой деятельности, они, то, что называется, в алкоголике. То есть, вот, это могло быть как финансовый, как и не финансовый блок. Это придет. Но как только вы начинаете по глобу угла ставить деньги, сразу вот все начинает как-то вот не стыковаться, рассыпаться, не получаться, что-то еще. Это тоже, я считаю, одна из металлых блоков. То есть, одна из таких вот скеночек, которые нужно пройти, она проходит очень просто. Не надо ставить по глобу угла денег. Вы можете понимать, что это может принести ресурсы какие-то, может быть, не финансовые, может быть, какие-то другие. Но при этом вы понимаете, что это может и не принести. Но, тем не менее, это не мешает вам реализовывать то, что вы хотите, то, что вам движет. Это один из, на мой взгляд, базовых законов, потому что все, все, кого я встречал, люди, которые ставят по глобу угла денег, у них могло сначала получаться, а потом все начинало сыпаться. Либо сразу же они сталкивались с тем, что они не могут этим заняться. Это очень тонкий подход, очень тонкая формулировка. Сейчас тоже, как бы, углубиться и поработать с этими возможностями у нас по времени нет. Но это нужно иметь в виду, что это может стать вот такой вот ментальный балкад. Этот акцент я сделал. Что бы я хотел сейчас, по каким-то, можете сказать, по каким-то сенсорным ощущениям, вот как-то вот, вот, когда вы написали, чем бы вы хотели заниматься, да, вот, будучи там миллионером, да, там, или просто достичным человеком, я хочу этим заниматься, изменилось ли ваше состояние? А что это было ощущение? Изменилось ли ваше состояние, может быть, я не знаю, вам стало теплее, вы выровняли спину, может быть, вы увидели ярче краски, может быть, вы услышали то, что вот до этого в своих мыслях вы не слышали, а вот, вы просто услышали какие-то звуки, вот, сколько их не было, или, наоборот, вы перестали обращать внимание на отражающиеся. Вот изменилось ли ваше состояние в процессе написания или когда вы закончили писать? У меня изменилось, я как-то подумала, я же стал добром не то, что мне нужны деятельности, но как бы на это найти деятельность, ну, не шелпыни они пришли, а чтобы мой проект запустился. Вот так. То есть где найти ресурс, для того, чтобы это реализовать, да? И как-то изменилось состояние, да, при этом? Да. Да? Поделитесь. Тоже изменилось состояние. То есть, вы так или иначе присутствует, да? Я видела картину своей мужчиной, образно ярко, красно, то, чем я хотела у себя, вот в том, в чем я занимаюсь, в чем я хотела заниматься. Спасибо. То есть, у меня была одна вот, то, чем я хочу заниматься, это не уехать, но она сразу-то одна появилась. То есть, у четко это, и в этом нет сомнений. Да. Отсюда. Отсюда. Ну, видите, на что я хочу сделать сейчас акцент? Я построил этот мастер-класс таким образом, чтобы выйти отсюда... А, во-первых, вы получили опыт, как пройти по этому пути, да, вот, в течение мастер-класса. И, второе, чтобы вы вынесли отсюда с собой инструмент, который бы вы смогли использовать в дальнейшем. То есть, если сейчас, там, допустим, вы пишете цель, ну, вот, как-то, ну, не так сильно резонирует, да, а хотелось бы, чтобы как-то вот что-то другое, да, но вот пока не понятно, что. Вы можете с этим инструментом через время поработать снова. Сегодня вечером, завтра, через неделю, да, когда вот у вас появится вот эта потребность, вы этот инструмент достанете или испортите. Примерно очень простой, вы берете одну из этих тех, да, и прорабатываете. После этого вам достаточно обратить внимание на критерии, да, то есть, да, оно действительно соответствует, действительно как-то что-то внутри дезонирует, меня меняется, состоятельно. Извините, у вас свободный сочек, да? И не смогу поделиться, так что. Можно? Да, садим. С чего? Не садим, спасибо. И как, когда у вас более четкий, конкретный, завершающий шаг в этой работе, я предлагаю перенести вот ту формулировку вашего предназначения в цель. Это та цель, которой вы имеете. И пропустить ее через так называемый фильтр спецификация цели. Он не очень сложен, но он потребует времени. И я порекомендую проделать его в двойках. Если у вас не очень, я не знаю, сакральное, или какая-то, ну, вот, ощущение вашего предназначения, это то, чем вы не хотите ни с кем делиться, да, вот, это только сейчас для меня. Вы можете проделать это самостоятельно. Но я и говорю, не буду сделать это в двойках. Почему? Потому что, когда вы будете прорабатывать спецификацию, один будет задавать вопросы относительно вашей цели, вы даже можете ее не озвучивать, но вы можете отвечать на вопросы. Например, вы удерживаете свою цель за уголовью, и вас партнер спрашивает, цель сформулирована утвердительно, чего вы хотите. То есть, ваша цель, то, что вы написали, предназначение, да, она сформулирована утвердительно. Я хочу, я делаю, я буду делать, да. У вас не звучит, например, в приставке «не». Да. Если не звучит, в приставке «не». Да. Ее там нет. А нет, в приставке «не». Вот. И ваш партнер, который задает вопрос, он ставит в плюсик, или там какой-то комментарий пишет, да. Ну, вы просто этими листиками меняетесь. Потом задается второй вопрос. Цель относится к вам и находится под вашим контролем. То есть, что вы лично можете сделать для достижения этой цели? Конкретно вы. Вы способны сделать это самостоятельно, да, или вам нужно привлекать к внешнему Иисусу? И, опять же, если нужно привлекать ресурсы, то, соответственно, вы делаете себе пометку. Да, я лично могу, но еще мне нужно только тот, кто тот, кто. Например, да. После этого задается вопрос. Цель проверяема. Что вы будете видеть, слышать и чувствовать? Я уже сейчас попытался дать вам подсказку. Концентрируйте еще раз внимание. Вот, достигнув цель, как вы себя будете ощущать? Что вы будете видеть, что вы будете слышать? Вплоть до того, как бы вы сидели или стояли при общении с окружающими, да? То есть, вот те самые, да, вот то, что спрашивали, что такое сенсорное ощущение. Вот здесь вот они. Опишите себя. И опишите свое состояние. Для того, чтобы мы могли, чтобы вы сами же смогли сравнить с тем состоянием, которое у вас привычное сейчас. И с тем, которое вы достигнете. Окей, вопросов тут нет? По этому пункту. Следующий пункт. Цель находится в другом контексте. Вы четко понимаете, где, когда и с кем вы этого хотите. То есть, вы для себя это видите. Это конкретное место, конкретная страна, конкретный город, конкретные люди. Либо это вы выполняете самостоятельно, или здесь никто больше не в них не участку. В процессе могут возникать вопросы. Зовите меня, я буду подходить и комментировать. Хорошо? Может быть, какие-то времена понадобятся. Так называемая экология. Как желаете результат, цель повлияет на вас. То есть, более конкретный пример. Потеряете ли вы что-нибудь, достигнув этой цели. И если вы потеряете, то готовы были вы идти на это. Фактически, вот эти пять пунктов составляют основу. Если здесь у вас не возникло никаких возражений, какого-то диссонанса с самим собой, то можно работать дальше. Если возникло, то, может быть, ее стоит переформулировать. А может быть, в каком-то примере проследовать? Кто-нибудь готов озвучить? Я отвод. Давай отлучим и попробуем как-то попроедиться. Цель формулирована. Я не знаю. У меня, я так сейчас... Дело миллионера – это дополнительные платы по искусственной цели. Миллионер бы разве же прошла. Потом целина пришла к тому же, чем он первый раз. На последних 4-5, ну, 3-4, это обычно одинаково. Хорошо. И чем бы я занималась? Это различное, но и соотворчеством. Сформулировано в этом случае. То есть, вы хотите заниматься творчеством. То есть, сейчас, на данный момент, вам лично необходимо конкретизировать, каким именно творчеством. Да, у меня потом вышел целый проект. То есть, оно уже отвертывается, да? Окей, супер. То есть, можно считать это утвердительным по цели на первый вопрос? Да? Ну, кстати, что утвердительно. Утвердительно. Теперь, цель относится вам на то, что с вашим контролем. Что вы лично можете делать? Ну, я могу как-то написать бизнес-план и подумать, это все равно взять ресурсы. Хорошо. И как-то вот сформулировать, как бы не хотелось, чтобы было. Потому что тут, пока вы дочитали до конца, у меня возникли, там, есть же еще всякие желания, а есть цели. Она ограничилась, я не знаю, желания. Хотя бы там на какой-то, хотя бы на дурный вал придется сесть в Украине. Ну, вот на этот момент кто-то еще нужен для кого-то реализовательности? Да. Есть эти ресурсы? Сейчас не знаю, что. То есть, это требует приема? Это да, это мне только пришло в голову, я думаю, это действительно то, чем бы я хотела заниматься. Я подумала, ну, как же этого достичь? Окей. Давайте сейчас на этом этапе мы просто делаем. Да, я могу сделать. И, например, на пометках. Улимный сплан. Да. И рядом же пометка. Но еще мне нужны ресурсы в виде как-то участия кого-то еще. Вот сейчас вот до такой глубины. Если цель достаточно глобальная, давайте возьмем такую глубину. Это получается, что это 2 и 7. Да? Да, вместе. Фактически, да. То есть, вот здесь будет еще проверочная. Именно уже конкретно по ресурсам. Но он идет уже после масштаба вообще не понимаем. Мы здесь сейчас еще раз отдельно по нему поговорим. Дальше задается вопрос. Цель проверяема. То есть, изменилось ли состояние, если представить. Если вы представляете себе, да. Изменилось состояние. Это касается вдохновения и вдохновения. Вот. Можете поставить плюсик. Можете указать конкретно вдохновение и вдохновение. Да? То есть, какие-то моменты. Это будет вдохновение и вдохновение. Вот сейчас, что я испытываю, я что должна испытать и увидеть. Испытать, достигнув этой цели. То есть, когда я достигну этой цели, придется себе так чувствовать, так что-то видеть. Да. И так что-то там сомневаться. Да. Следующий вопрос. Цель находится в нужном контексте. Представляете ли вы себе, где, когда и с кем вы этого хотите? Нет, я не представляю этого. Потому что это вот длительность, которую я еще ни разу не занималась. Я занималась частями этой деятельности. Но я хочу глобально собрать все эти части, как дневной крыши, можно так сказать. Вот. Поэтому я пока не представляю. Нигде, ни граждане, ни с кем я хочу это делать. Но в данный момент везде это в Украине. Конкретно в Кайфове. И далее я не знаю, где. Хорошо. Указывайте ту глубину, которую вы сейчас видите здесь. Вот. Соответственно, вы для себя можете сделать пометку вопрос. Чего я не вижу, но мне нужно в этом разобраться. Когда? Подождите, а когда и с кем, да? Какие сроки у вас на это? За планетаром. Так как я не занималась этим, я не могу сказать про сроков. На полу лезет где-то пару лет. Вот вы можете себе эту пометку сделать и поставить вопрос про лезть. Дальше. Экология. Как желаемый результат цель повлияет на вас? Если вы будете этим заниматься, что ли? Вы потеряете ли вы что-либо? Пока я буду устанавливать это все, я потеряю как бы свободу передвижения. Потому что там надо будет участвовать. Ну, то есть там куда-то готово уехать. Я не могу путешествовать на месяц, на два или три, у меня не получится. Соответственно, готовы ли вы идти на это? Да. Готовы. Я просто потом, когда второй раз проходила вот этот ТЭР и ДРНЕР, у меня потом выползла вот эти путешествия, как включить их в контекст моей цели. Они потом еще туда воняют новые там направления. Но сначала основная дорожная площадь. То есть оно может стать частью и дальше через чего-то этого больше. Да, да. То 6 или 12 лет, да? Нет, но через пару лет, когда уже наладится. Чтобы здесь уже все это функционировало, да? И на кого-то помните. Соответственно, если здесь, как бы, есть утвердительные... Могут быть какие-то вопросы, которые нужно уточнить на самом этапе. Но, тем не менее, как бы здесь достаточно все утвердительно, да? Плюс, экология, как это отразится на вашем окружении? И готовы ли вы к этому? То есть у всех есть какое-то окружение в своем, да? Родные, близкие, семья, друзья и так далее, и так далее. Ну, моя цель, да, она такая... Насколько я сейчас думаю об этом, то она не токсичная. Все отлично. Такого нет, токсичных. Нет, токсичных. Да, есть можно без морда. Вот. И дальше мы... Для чего нам нужны вот эти пункты? Мы всегда говорили. Вот седьмой, то доступ к ресурсам, он где-то перекликается со вторым. Здесь есть шестой пункт, так называемый масштаб общения, да? Если цель очень глобальна, очень хорошо, что в круге есть такой пример, да? То выделите какой-то меньший компонент, первостепенный. И начните работать с ним. Ну, первостепенный, это надо посоветоваться с людьми, потому что это по моему телу. То есть есть вопрос консультация, есть вопрос написания бизнес-плана, оценка листов и так далее, и так далее, да? То есть есть какие-то первоначальные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы снова пройти через этот фильтр. Вот. И, соответственно, вы опять возвращаетесь практически по второму пункту, да? Что вам для этого нужно? И есть ли это у вас? То есть ресурсы. Не можно и есть. По крайней мере, там пару человек, с которыми я могу посоветовать. Вот. Всё. То есть если мы берём за основу, пройди консультацию для того, чтобы, допустим, принять окончательное решение, да? Мне нужно пройти консультацию. У меня есть кому обратиться. Супер. Вот. И дальше мы переходим к вопросу препятствия. Какие на пути к цели у вас могут возникнуть сейчас препятствия, в процессе, и что вы сможете с этим сделать? Вот. Как бы, фактически, да, у меня некая оценка риска. В том числе. Ну, сделать я с ними всё смогу. А препятствия пока нет. Ну, поскольку я с этим не знакома, я не представляю чего. Всё. То есть здесь, опять же, вы можете учитывать, как бы, обманную цель, так и меньшую часть. Да? Учитывая то, что… Меньшей части нет препятствий. Всё. Соответственно, как бы, здесь это для вас решаем. И, такой, достаточно мощный момент, достаточно важный шаг, вот, на всём этом пути, да? Это, так называемое построение будущего. Можно сформулировать для себя своё предназначение. Супер. Я знаю, чем я хочу заниматься. Всё, да? У меня уже появилось, как минимум, вдохновение этим заниматься, да? Мы поработали в контексте цели. Мы знаем, что даже если у нас есть какие-то препятствия, мы их решим, если у нас не будет хватать ресурсов, мы эти ресурсы подтянем и сделаем так, чтобы это было. Ну, в общем. А что конкретно? Какие первые шаги вы готовы уже сделать сегодня, завтра, в течение ближайшей недели? Насколько это тема, это призвание для вас актуально сегодня? Готовы ли вы сделать эти шаги? И какие именно вы сделаете шаги? Ну, так сразу в голову ещё не приходит. Надо поразносить, как бы, парень. Ну, на сегодняшний день ещё. И ещё вот пока вы говорили, вот, скажем так, вот у меня как бы целью возникло там создание Центра Творческого Развития. Вот. Но потом, когда я проходила вот это время, я не второй раз, у меня пришло там, там, допустим, зарплату, пришло обучать детей, ну, там, взрослых детей созданию красивых вещей, там, и красивых отношений. Хорошо. Но для этого можно и не создавать этот Центр. Я не могу, ну, как бы, я могу и не быть привязана к какому-то дому, а могу и путешествовать, вот. И тут у меня… Соответственно, соответственно, здесь формулировка, да, кроме того, что цель сформулирована утвердительно, она сформулирована, вот, опять же, да, препятствие, нужно ли мне что-нибудь, да? Ну, нужно ли мне это помещение, или я могу быть просто носителем и передавать это, да? Да. Вот, соответственно, вы смотрите, какие первые шаги вы к этому предприняли. Вот, достаточно такого примера, вот, относительно вот этого контекста? Ну, да. Спецификации цель. Да, давайте разделимся на тройки. Если кому-то тройки хватит, разделитесь на тройки. У нас сейчас времени хватает. Присоединитесь к кому-то третьему. И то, как я озвучу. Один задает вопросы, второй отвечает. И тот, кто задает вопросы, он записывает. И потом отдал этому человеку. Хорошо? Хорошо? Ну, я уже повторюсь под этим. Постепенно, если мне дали вопросы, нужно присоединить? А, если мне дали что-то. Да, мы смотрите. Там, мы виноват, здесь, наверное, упрошу. Ну, что готово. Так получается, что я учебну можно запущать, а потом вам можно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...